За прошлую неделю в Якутии инспекторы ГИБДД остановили более 200 пьяных за рулем. Один из самых массовых по задержанию нетрезвых водителей рейдов прошел в минувшие выходные. К патрулю по ночному Якутску присоединилась и наша съемочная группа, репортаж Павла Танина. В 9 часов вечера экипажи заступили на свои посты и маршруты. Пока не стемнело, помощь оказывает и новинка в вооружении республиканского ГИБДД – беспилотник. В распоряжении дорожной инспекции он поступил в начале июля во время Игр Дети Азии. Работать, к слову, он может и в темное время суток. В темное время суток удобнее работать с тепловизором, который также лежит в комплекте. Здесь уличное освещение, в принципе, можно и работать с камерой. Первый, что называется, звоночек поступил с района Мархи. УАЗик не подчинился на требования остановиться у поста на въезде в город. Направляемся туда. Успеваем аккурат к окончанию погони в районе Белого озера. Проверку алкотестерам водитель проходить отказался. Как правило, это один из признаков нетрезвого состояния. Более того, он пытался убежать. Агрессивно на присутствие полицейских отреагировал и водитель иномарки, с участием которой произошло ДТП на улице Жарницкого. Водительского удостоверения при себе у него не оказалось, как и любых других документов, удостоверяющих личность. Мужчина управлял автотранспортным средством, машина перевернулась на большой скорости и он остался жив. Почему? Потому что был пристегнут ремнем безопасности. По словам водителя, который оказался трезвым, во время движения его автомобиль резко дернуло влево. Он не справился с управлением, подпрыгнул на бордюре и перевернулся. В салоне, кроме него, никого не было. Всего же за ночь с пятницы на субботу на дорогах Якутска остановили 31 машину, которыми управляли нетрезвые водители, проверили более 2000 автомобилей и составили 95 материалов по различным нарушениям. Павел Танин, Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.